Базовая моя профессия историк, соответственно, я и попробую изложить свое видение, своего проекта в несколько таком историческом ключе. Значит, будучи преподавателем исторического факультета, я на протяжении последних 15 лет вожу студентов на питерскую практику. По итогам питерской практики студенты всегда мне говорили, Кирилл Николаевич, а давай поедем в Новгород, а давай поедем в Владимир, еще куда-нибудь. Идея замечательная, отвечал я студентам, но из вас поедет двое-трое. Бесполезно, то есть невозможно. Из вот тех 20-40 человек, которые едут сейчас со мной. И довольно долго я думал, что нужно развивать экскурсионную деятельность в Новосибирске. И вот этим летом на бизнес-кафе школу социального предпринимательства посмотрел на людей. Люди шевелятся, движутся. Ну и я тоже решил, что надо выбираться из бюджетной сферы на вольные хлеба. И вот на тот момент мы начинали это дело втроем. Причем функции были разделены следующим образом. Я брал на себя поездки за пределы Новосибирска. Один из соучастников на тот момент брал на себя внутри Новосибирска. И третий брал на себя обязательства обеспечить нас, иностранцы. В течение месяца буквально я остался один в этом проекте. Естественно, никаких иностранцев не проявилось. Причем я заходил с гипотезой, что в Новосибирске нечего смотреть. И моя мысль была в том, чтобы собрать некий социум, который в конце концов я поеду везу. В Китербург, Руан. Причем там-то я знаю, куда везти, с кем везти и сколько это будет стоить. В Новосибирске я ничего про это не знал. Значит, это, пожалуй, единственная гипотеза, которая обломалась к моему удовольствию. То есть гипотез сломавшихся довольно много. Но вот я с удивлением обнаружил, что в Новосибирске есть что смотреть. В Новосибирске очень много чего смотреть. Ну здесь те объекты, которые я знал раньше. Ну, например, музей Института археологии и этнографии, который обладает абсолютно уникальными в мировом масштабе экспонатами. И я знаю, скажем так, тех людей, которые могут ответить об этих масштабах и замечательно рассказывать. Ну вот маленькая зарисовочка. Кто-нибудь из вас знает, что сегодня открылась выставка на Советской 24, в двух минутах ходивая отсюда, Новосибирск, милицейский шимик. Писали на релаксе. А? На релаксе писали. Замечательно. Кто-то знает. Это уже замечательно. А не, ребенок потому что. Не, ребенок. Так вот, причем на эту выставку я знаю, когда нужно бы идти. Я знаю, что на эту выставку имело смысл ходить сегодня с 11, а открытие с 13. И я знаю, что на эту выставку имеет смысл идти завтра часов в 10 в 11. Потому что именно в это время на этой выставке будут присутствовать те люди, которые сделали эту выставку. А в дальнейшем на этой выставке будут присутствовать, ну, хорошие мои бывшие студенты. Но, тем не менее, это просто сотрудники института, сотрудники музея Новосибирска, которым как раз завтра те люди, которые делали эту выставку, будут рассказывать, что это за выставка, с дроби говоря. Выставку эту сделали реконструкторы из клуба Ново-Николаевск. Сегодня, ну, минимум две телекомпании их снимали и радио ГТРК записывали. Значит, дальнейшее развитие вот этого самого проекта было связано с двумя такими крупными фестивалями в Мариевинском острове. Так называемый газетный обжиг. Звучит абсолютно дико. И на этот фестиваль я поехал с мыслью, чтобы, не дай бог, они не сожгли в Мариевинский остров. Вот эти сумасшедшие, которые собираются газетками обжигать что-то там гончарное. Оказалось, обалденный проект. То есть люди сделали печь для обжига, используя газеты, промазанные глиной. То есть это вот такой папье-маше. И печь горела в течение всей ночи. А утром на этой печке еще жарили хлебцы и кипятили кофе. Ну, по вот этим вот три дня я провел 24 экскурсии по Мариевинскому острову. И у меня сложился некий коллектив абсолютно сумасшедших людей, керамисты, дизайнеры, которые, по большому счету, впоследствии ходили на мои экскурсии по Новосибирску. Пожалуй, можно сказать, что впервые в Новосибирске были организованы в течение августа-сентября месяца периодические пешие экскурсии. То есть два раза в неделю у нас на тот момент было пять маршрутов. Все было замечательно. Возникло ощущение, что бизнес пошел. К концу сентября я понял, что я банкрот. Люди перестали ходить на пиши. Я долго-долго мучился, почему же это произошло. И питерские, и московские паблики меня успокоили, объявив последние пешие экскурсии в сезоне. Я неожиданно понял, что пешие экскурсии – это сезонный продукт. Но это показывает, насколько я не понимал, чем я занимаюсь. Сейчас мы занимаемся экскурсиями в музеи. Но здесь еще одна гипотеза из числа не сломавшихся. То есть мы на самом берегу определили, что мы не информацией делимся с теми людьми, которые к нам приходят, а эмоциями. Поэтому мы ушли от слова «экскурсия», мы не проводим экскурсии, мы проводим прогулки. Мы стараемся уйти от слова «экскурсовод», извиняя его словом «бергилий». Кстати, одно из счастья – мы выдумали с дочерью слово «соучастник». И вдруг, с неожиданностью, обнаружили, что этим словом пользуются и другие люди. То есть слово «соучастник» сегодня прозвучало, Евгений его озвучил. Это же слово звучит со стороны тех людей, которые вообще ни в каком... В прокуратуре, наверное, оно часто звучит. Как раз не в уголовном смысле. То есть соучастники как люди, которые не просто приходят к нам, а те люди, которые соучаствуют, причастны и так далее и тому подобное. Ну а некий уголовный оттенок этого слова нам тоже приятен, потому что это указание на несбыточность наших мечт. Ну, по крайней мере, ощущение неизбыточности наших мечт на берегу. То есть вот идея о том, что в Новосибирске нечего смотреть, она очень широко распространена. И мы с ней успешно уговорим. Скажем, мы на радио ДТРК Новосибирск записали уже семь передач. В ближайшее время мы будем записывать передачу на тему переименований в Новосибирске. Пять из этих передач выложили в группе ВКонтакте. Ты, Грузович? Да, так и называется. Клуб образовательного туризма. Адрес K0T, нижнее подчеркивание, клава. Ноль? Ну, код, но в середине ноль. То есть это единственный код, которого мы... Код подчеркивания клава? Код, но вместо О0, нижнее подчеркивание, дальше клава. Ну, вот сейчас практически уже отработали посещение музея, антропологии, прошу прощения, археологии, этнографии Суран. Там, конечно, увезли принцессу в эпоху, так называемую. Но все ее приданное осталось. Остался дяденька, который блондин, поэтому он не нужен алтайцам. От дяденька он лучше, чем тетенька, сохранился. Ну и огромное количество вещей, которые действительно имеют уникальный характер. Достаточно, допустим, вспомнить абсолютно неожиданный королинский меч 11-12 века. В Сибири есть королинский меч 11-12 веков, причем лезвие абсолютно, скажем так, франкское, рукоять абсолютно скандинавское. Откуда взялся он в наших ступях, никто не знает. Взялся не случайно. Что? Шелковый путь. Обронился. Обронили. Все далеко. Ну вот в Новосибирске можно посмотреть, например, первую сохранившуюся шелковую, ну скажем так, платье. За счет этой самой вечной мерзлоты огромное количество органики сохранилось в этих самых курганах пузырыкских. И огромное количество этих вещей выставлено в нашем замечательном музее. А есть где-то список всего этого богатства? Есть у вас сайт, на котором это богатство отписано? Вот у нас есть такая идея. Как раз вот удалось мне заразить любовью к Новосибирску одного из админов памятников. Это «Мовосибирск детка». И у нас есть идея заняться путеводителем. Николай путеводитель по Новосибирску. Потому что, ну вот опять же, единственный известный мне из последних путеводителей по Новосибирску на бумаге. Сделан, ну сейчас он директор Кремлевического музея Шиповалов. Тогда он, кстати, эта сегодня контора уже как-то называлась, ну, что «Открытое общество» принимало участие в этом фоне, там, «Сибирь» или что-то какое-то название. Фонд «Открытое общество», нет, 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 фонд «Открытое общество», он же фонд «Сороса» позже, фонд «Открытое Сибирь», ныне закрытый, уже года три. Ну, как бы у фондов и люди есть едва разное. Так вот, в 2006 году на деньги этого фонда был бумажный путеводитель по Новосибирску изданусь. С тех пор я не знаю, издавались ли бумажные путеводители. Вот что касается вот такой постоянной информации о Новосибирске, я до сих пор просто не знаю. Нет, все-таки я должен еще сделать анонс. На днях мы будем делать экскурсию по оперному театру с заколоками. Как круто. С заколоками. То есть какие там заколоки будут, мы еще не знаем. Скажем, с тем же самым Шаповаловым мы согласовали на весну краеведческий музей с фонда хранилища. Сейчас он не готов, потому что в связи с ремонтом, он не хочет показывать то, что у него сейчас происходит с фонда хранилища. На весне он твердо пообещал, что мы эту экскурсию с ним сделаем. А сколько будет стоить экскурсия по оперному? А вот я сейчас твердо вам не скажу, но думаю, что 250 рублей. Всего? Вот, вот, вот. Скажите, пожалуйста, я тут по вас в бизнесе. А? Ну, блять, сходишь. Вот, она, блядь, сходишь. Значит, обычно там 150 рублей. Да. С кем? Ну, потом расскажем. Потом расскажем. Может быть, я и сейчас не точно дам вам информацию, но, скажем, это такая, в районе средних цен на экскурсию. Потому что, допустим, посещение музеев в Новосибирске, оно до сих пор очень вешает. Оно, скажем так, для граждан в районе 100, может быть, 150 рублей. И, ну, вот, за это время, по большому счету, я стал, пожалуй, человеком, который больше всего знает об экскурсиях в Новосибирске. Кроме, так скажем. Скажем, например, троллейбусные экскурсии, которые все так любят по интернету, все мечтают поехать на троллейбусе. Я знаю, что это полный отстой, например, потому что 20-местный троллейбус, окна завешаны с шторками и половина мест спиной по ходу. То есть, оно бесплатно хорошо. А, блядь, для салюта хорошо заплатят. Для обухать тоже хорошо. В конце стоит барная стойка. То есть, если у вас компания получает и посмотреть в это время в окошко, да, причем компания готова оплатить за час 1500 рублей за аренду троллейбуса, да, то это замечательно. Нет, для праздника, для корпоративного праздника это очень хорошо. Но важно убедить, чтобы двери не открывали на остановке. Ну, пожалуй, действительно к вопросам можно приходить. Так, у тебя экспертная поддержка. И в чем ты хочешь получить от нас? На какие слабые места, где как эксперт? Все кто узнает. Вот был вопрос задан. Я так же, как ничего не знал о Новосибирске, как вдруг выяснилось, я ничего не знаю о бизнесе. И это, как бы, в дипотезе, она была на берегу и сохраняется до сегодняшнего дня. Значит, какого мне нужна помощь? Ну, во-первых, я получаю уже, значительную помощь я уже получил. То есть, вот, интерес аудитории и плюс 5-7 человек, я думаю, сегодня, еще плюс 3 человека завтра в моей группе, это я уже получил. Поддержку. Ну, вот, самый эффективный путь распространения информации об этих экскурсиях, это вот то самое сарафанное радио, которое уже упоминалось. То есть, допустим, что касается финансовой поддержки, я, допустим, даже предложить и не соглашусь. И это правильно. У меня, допустим, есть некоторые свои деньги, которые я тоже не готов пока сюда открыть. Кирилл, можно идейную поддержку? То есть, да, было бы. А юридическое лицо ваших? Нет. Знаю. Это записано уже довольно давно. Но, скажите мне, какое юридическое лицо лучше открыть? Я думаю, не фонд некоммерческий. Нет? Никому не, наверное, вопрос. Да ИП. Или МИП. ИП никому не интересно. На визитке ИП мне не нужно. Некоммерческое партнерство. Некоммерческое партнерство. Вот не партнерство. Не партнерство. Не партнерство. Ну, в смысле, некоммерческое партнерство. Хорошо. Учту. У меня есть предложение сформировать программу для свадеб. И многим это будет довольно-таки интересно. Вот записываю. И для корпоративного. Это то, что можно продавать не за 150 рублей. И с каждой свадьбой свадьба будет расходиться по 30-50 людям сарафанного радио. Школы звучат каждый раз практически, когда я рассказываю свадьбу. Дело в том, что хорошо платят на свадьбах и на похоронах. Так можно и попрощаться. И еще такая идея. Это снять вирусный ролик. Есть уже, кстати, один. Ну, я не знаю, вирусный, не вирусный, но девушка пришла на экскурсию на 8 минут, поснимала. И на стене у нас висит замечательный ролик с экскурсией. И усилить работу в вирусных социальных... Нет, его надо смотреть. А? Его надо смотреть. А что такое? Что такое вирусное? Смотрите, вирусный ролик, как правило, там содержит какой-то сюжет, который очень сильно привлекает внимание. А внимание привлекает автоматически голый человек, кровь смерти, либо какие-то картинки двойного содержания. Либо еще что-то такое. Я понял, да. Понятно. А они привлекают просто внимание. Человек хочет зайти, заходит туда, а там совершенно и другое... В первых экскурсиях по оперному театру группа нечаянно зашла в женскую раздевалку. Там и осталось. И случайно попали на наши видео. Смотрите, у нас это стрелы. Вы ангрозные убиваете своего сына, а там оон. Да, да, да. Ну это что-то такое, да. Вот. И это не обязательно выносить глубоко, лишь бы это вот как-то контекстом читалось. Вот. И тогда... Либо заложить туда какой-то прикол. То есть, условно говоря, экскурсия, и там какой-то эмоциональный прикол, ну, что-то такое. Красочное наполнение. То, что будут люди советовать другим посмотреть. И еще одна идейная поддержка. То есть, у нас в нашем сайте, в сайте клуба Терем, каждый капитан может завести страничку под свой проект. Делается это абсолютно просто и легко. И я прям предлагаю завести эту страничку и там описать вот весь свой проект. И вот это вот видео, которое мы сейчас снимаем, вот положить на ту страничку. И в скайп-группе, которая у нас есть в клубе, там вообще как бы по скайпу можно давать что угодно, чтобы рассказывать что угодно, если ты являешься капитаном своего проекта. То есть, новости, что происходит, как вот у тебя это происходит. И... Я прошу прощения, вопрос, обязательства мои, связанные со званием капитана, какие? Двигаться к своей мечте. И рассказывать всем. Перед вами никаких. Никаких. Нам, если ты будешь держать нас в курсе своего роста, нам будет это просто интересно и прикольно. Есть три вещи сказать. Во-первых, я хочу, как специалист по туризму, по образованию, подписываться, хотелось бы, чтобы надеть его смотреть в городе. Было, по крайней мере. Ну, по крайней мере, все выпускники нашего куртета сюда подсчитали. Разогнать вашу куртету, чертова мать. Ну, это было давно, надеюсь, что сейчас пойдет по-другому. Вот. Вещь номер два. Вот, Настя сейчас лишнюю людей двинула. У нас в начале января приезжает 200 человек. Куда? На Сибирск. У них утро 10 января будет свободно. Приезжает из других городов. Из других городов, а из стран. И еще из других стран, да. Куда? Новосибирск. Буддисты все люди. Да, у них есть такая... То есть, мне нужно понимать, что... Это тоже как бы в индивидуальный порядок. Ну, хорошо, замечательно. Разные люди. То есть, тут недавно как раз благодаря Евгению, я сам стал экскурсалоном, хотя по Новосибирску никогда никого не водил. Но, кстати, я жду, Рекс. Да, хорошо, уточню. А третье, это прям кусочек. Ну, это как мысль мелькнувшая. Может быть, пригодится. Есть такая вещь, называется современное искусство. Разбираясь между понятием искусства и современного искусства, выясняется, что современное искусство – это то, что происходит здесь и сейчас и не разделяется на автора, зрителя и процесс смотрения. Вот, то есть, и тут говоря о том, что экскурсия, современная экскурсия, она требует соучастия, вот, укладывается некоторая параллельность. То есть, может быть, тебе это пригодится при продвижении. То есть, не экскурсия... То есть, соучастник современной экскурсии должен быть заодно немножечко экскурсоводом. Покажи себя экспонатом. Все участники по ходу дела рассказывают самые щепетильные истории, которые произошли в их жизни. В этом месте. Все, что в этом, то есть, с этим местом. В Новосибирске, да, как правило. Ну, вот, фотоэкскурсии, допустим, в этом контексте, пожалуй, не более понятно мне. Забраться на какое-нибудь здание на восходе, например, высотное, фотографировать. Или, ну, реки Абин. Итак, есть ли еще идеи для Кирилла? Когда Кирилл, что было для тебя цена сейчас? Реакция, во-первых. Во-вторых, неожиданные... Опять же, гипотеза была, что нового мы ничего не скажем, как обычно. Но, тем не менее, из того, что я записал, примерно половина для меня свежет. А вот, предложение на 300 человек. 200, 200, 200. Уже все, уже записано 300. Но они же не всем пойдут, они... Естественно, естественно, естественно. А в английском языке можешь? Я нет, я нет, но... Я знаю девочку, которая... Но, в принципе, в принципе... Ну, вот, с иностранцами здесь нужно, во-первых, на берегу поговорить, потому что они очень разные. Одним нужно... Ну, я не знаю... Пиво и сосиски? Нет, нет. Другим... Другим нужно... Разруху. Третьим нужно промышленность. Четвертым нужно посмотреть, как люди живут. И вот иностранцы, пожалуй, как категория, она самая сложная. Я бы не мог таких регулярных сказать, несколько человек не сопоставлено приезжать, у которых хотя бы... А тематика же у вас есть? Давайте пробовать. Значит, вот что касается тематики, есть... Вот на сегодняшний день, что касается пеших экскурсий, есть... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять... Вот девять экскурсий, которые проводились. Девять тем экскурсий, которые проводились. Экскурсия в метро, то есть я в ней гуляю, на русском и французском языке. Да? Ну, вот я просто... Человек, который делает экскурсию в метро, он по-французски... Ну, в общем, у него диплом учителя французского языка. Музей? Вот музей... Ну, вот музей без фишки, ну, не без фишки. То есть вот если я скажу, что в оперный театр с закутками... то люди пойдут. Если я обеспечиваю это за что-то... Вот пока можно было говорить, пойдемте в музей археологии, пока не увезли принцессу, люди рвались. Но если в случае для иностранцев, то это все равно... Да и для нас. Можно ли мы очень короткую бумагу по поводу музея истории и этнографии? У нас одинаковое образование, и к своему стыду я ни разу не была в этом музее, в другую попала благодаря Кириллу в этом году вместе с... с очень разным составом группы. В составе группы... Я бы, там все было так вот и сложено. Это настолько потрясающее впечатление, что я готова этим делиться тоже. Там уже они в другом здании уже давным-давно. У них развернутая экспозиция. Экспозиция очень грамотная. То есть там можно взять в ручки молоток, топор вот этот вот реконструированный, палеолитический. Можно поплести на... Кацком станке. В Кацком станке реконструированный. Кстати, корпоративы тоже могут быть... Там есть... Вот с этим музеем есть две сложности. Во-первых, он академический, и он по воскресеньям не работает. То есть, в принципе... А так же после семьи. Да. Вот, кстати, единственная умная мысль одного из последних министров, министра культуры Света Шакова, забыл фамилию. А почему это наши музеи закрываются в 18 часов? И, кстати, что касается крупных музеев Питера, то уже и Эрмитаж, и русский музей один день до 21 часа работы. То есть, эта тенденция у нас, наверное, продлится, но на академические музеи она явно не распространится. Но, в принципе, если у меня будет речь идти о крупной группе, и будет время, порядка 10 дней, предварительно для переговоров, я думаю, что я договорюсь с этим музеем, чтобы... А крупная группа для сколько? Ну вот для этого музея 15 человек. Вот больше туда, по большому счету... Ну, если... Ну, от меня они уже довольно много могут стерпеть сотрудники этого музея, потому что, ну, допустим, на воскресенье я буду приглашать человека, с которым 20 лет назад копал этих же самых мумий, как бы говоря, но я не докопал. Он докопался, так, наверное, сам мумий. Директор музея, как бы, долгое время мой коллега, а девочки, которые там работают, мои студенты. Вот с этим музеем я могу... Вот с оперным театром я могу получить тот продукт, который музей оперного театра мне может предложить. Сверхможенно я буду тебя перебивать. Нужно, меня нужно... Заканчивать. Давайте мы поблагодарим Кирилла за его проект.